Дорогие друзья, здравствуйте! И снова мы с вами. Канал эстетической красоты и психологического здоровья. И снова массаж шеяно-воротниковой зоны. Мы решили сегодня его опять как бы показать, рассказать о нем, потому что Этери, моя коллега, сотрудница нашего салона, попросила меня сделать массаж. Мне очень заболела шея, спина, и мы решили не упускать такой возможности, чтобы еще и показать все опять же вам. Опять же наносим крем-стик с никотиновой кислотой, который будет сейчас очень сильно разогревать. А шея болит где? Вот здесь? О, аппетит чуть выше. Чуть выше и все в шею отдает. Ну, скорее всего, это защемление, это может быть остеохондроз. Произошло это внезапно, как-то повернулось, да, или уже проснулось с болью? Нет, повернулось. Повернулось? Не очень удачно повернулось. И сразу началась боль, да? Потом она начала нарастать, как обычно это бывает, все больнее и больнее, да? Ну, первые два дня было вообще не вносимо. Ну, то есть, когда защемила, ты почувствовала, что произошло защемление какое-то сначала было не так больно, а потом все в течение нескольких минут больнее и больнее, и в течение получаса еще больнее, да? Все верно. но это скорее всего остеохондроз. Остеохондроз это затвердевание суставной, то есть хрящевой ткани. Хрящевая ткань подвижная и чтобы таких и не происходило моментов обязательно нужно заниматься спортом. Закачивать широчайшие мышцы спины, чтобы они держали позвоночный столб и тогда таких ситуаций происходить уже не будет. Что нам нужно сейчас сделать для того, чтобы снять боль, снять спазм. Нужно мышцы разогреть, для того чтобы улучшить кровообращение, лимфодренаж, снять отек. Потому что где боль, там всегда есть отек. Мы уменьшаем отек и уменьшаем боль. Для этого мы выполняем массаж. Крем сейчас впитывается. Я взяла очень много крема, чтобы клиент сразу почувствовал результат от массажа. Акцент делаем на выдох. Стараемся дышать в тех участках, где больно. Делаем выдох. Акцент только на дыхании. Тогда легче будет терпеть боль. С этой стороны больно? Да, да. Вот здесь, да? Да. Вот здесь, она в этой груды. И вроде в лопатку, в шею. Да, такие бывают случаи. Можно даже чихнуть и тебя заклинит на месяц, как у меня было. Прокатиться на аттракционе, на каком-то, я помню, на американских горках каталась, тоже тряханула и заклинила. Но это очень было давно, когда я еще не занималась фитнесом, не следила за тонусом мышц. Такие случаи были очень часто. Пока крем впитывается. Уплотнение, перекат и вот эти вот щелчки, это все напряженная мышца. То есть, скорее всего, защемление где-то ниже. Если болит шея, то это, скорее всего, не в шее защемило, а защемило в брудном отделе. Так обычно бывает. Защемление, боль выше. Проблема отдает выше. Я думаю даже, что... Пояснительно? Нет. Вот это вот место, вот оно. Я его чувствую по тому, что здесь напряжение создалось. Самое такое сильное чувствуется, что, скорее всего, в этом месте. Поэтому, если болит шея, то, скорее всего, может быть, даже придется делать и зону поясницы. Это будет актуально. Хочу перейти на другую сторону. Нужно? Прокажу. Да, здесь такого спазма нет. Я тут вообще не чувствую. То есть, там так болезненно? При остеохондрозе всегда показан достаточно сильный массаж. СНТ токи. Потом, может, для снятия боли ОВЧ врачного, значит, электрофорез. Сделаем вдох, выдох. Я иду вдоль позвоночного столба. Вот это место. Останавливаюсь в нем. Сначала мышцы начинают сильно напрягаться. Потом начинает расслабляться. Еще раз вдох. Выдох. Позвоночник я не трогаю. Иду по мышце. Останавливаюсь, где чувствую самый сильный спазм. После массажа будет легче. Но все не пройдет. Это может проходить 2-3 дня. При сильном спазме, после массажа, когда становится лучше, легче, бывает такое ощущение, как будто после спорта, как мышцы болят. Потому что они были в тонусе, в сильном. Для того, что произошло небольшое защемление. Потом это все расслабляется. Ощущение, как после спорта, бывает такое. Крем начинает работать. Появляется уже гиперемия легкая. И с другой стороны. Я впитался. Добавляю немного масла. Чувствительный массаж. Выдох. Кушетка ниже не делается, не регулируется. На самом деле нужно пониже кушетку. Вдох делаем. Вдох, выдох. Приходится мне на носки вставать. Здесь я работаю весом. Вдох. 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 В Здесь тоже есть такой момент, что нельзя прорабатывать только ту область, которая чувствительна, и где спазм. Нужно симметрично работать и с одной и с другой стороны. Конечно, больше уделяем времени тому месту, где боль, но не забываем про другую сторону. Сейчас возвращаюсь опять к зоне живо-рыдниковой. В крапеции не должно быть уже так больно, да? Или все равно? Больно все равно. Но не так мышцы уже расслаблены. Они не такие спазмированные. Затылочный муграм с усилием. Руки впервые, одну и другую также. Сдвигаем мышцы. Здесь с усилием вниз. По шее скользим вниз. Здесь может быть тоже очень чувствительный, как током бьет. с усилием вниз. Не вверх тянем, а наоборот вниз. Здесь легко. Сдвигаем мышцы в сторону. Здесь все напряжено. Можно выпить обезболивающие средства. Можно пойти в сауну, чтобы снять спазмы, улучшить кровообращение. Кровообращение улучшается, уходит воспаление. Внутренний отек. Так условно, воспаление. Потому что отек в том месте, где есть спазм, он всегда начинает набирать обороты. Есть спазм, нарушение кровообращения, нарушение лимфотока, есть отек. Снятие этого отека, естественно, улучшает состояние, уменьшает боль. Но при таком положении рук уже не так больно. Уже немножко другая зона мышц прорабатывается. Холодно от крема? Черт, нет. А было холодно, да? Почему-то чуть-чуть не доходим. То есть, опять же, крем дает легкий холод. Но когда мы по нему работаем, это ощущение сглаживается. И с этой стороны не так больно, естественно. Искривление есть небольшое, поэтому может быть такое, что бывает защемление. А часто бывает? Я не знаю, все как-то относительно, наверное. Ну да, вся жизнь относительно у нас. А раньше такого не было вообще. Ну, может быть, раньше спортом занималась. Или нет? Не больше, чем сейчас. Больше? Не, больше. Но это же все издержки специальности. Предрасположенность к этому есть. Остеохондроз даже у младенцев есть. То есть, это такое заболевание, в котором хрящевая ткань становится менее подвижной, менее эластичной. И начинает такая, быть скованная боль. И превращаться, можно сказать, в костную. Да, условно говоря. А чтобы этого, ну, даже если есть такие процессы, то нужно закачивать мышцы все-таки. Бассейном это не закачаешь. Конечно, некоторые говорят, мы в бассейн ходим. Ну, в бассейн это просто релакс. Если вы не тренируетесь по пять часов, четыре раза в неделю в бассейне с тренером, то тогда это просто релакс. Если это час один или два часа в неделю по два раза, это просто релакс. Здесь, конечно, нужны тренировки. Можно закачивать собственным весом. Пилатес очень хорошо. Ручки вдоль тела. Потихонечку. Сейчас еще раз пройдемся. Делаем вдох. Выдох. То есть уже на разогретые мышцы в конце. Еще раз вдох. Вот. Все. Все пройдет. Потому что я слышала, что щелкнула. Вдох. Еще раз. Выдох. Все встало на свои места. Одна и проблема как раз была в родном отделе. Это почувствовалось. Так. Не дыши. Не дыши. Глава закрылся. Еще раз вдох. С другой стороны. Опять же приходится на носки вставать. Если кушетка была более низкая, могла более глубоко на клиентах воздействовать. Весом. Здесь я не полностью свой вес использую. Весом. Когда мышцы уже расслаблены, уже позвонки более такие становятся. Мы, естественно, воздействуем на мышцы. Но под воздействием мышцы и позвонки они погатливают. Да. Начинают уже вставать на места. Но я уверена, что пройдет. Потому что та зона хорошо откликнулась. Чувствительная. Ну все. Можно полежать минутку. Побалдеть. Холодно, да? После крема там. Угу. Все, друзья. Счастливо. Ставьте лайки. Не болейте. До встречи. Затем. У- с-- в- в н- в к- в ка- в к-. У- м- в к- в- к-. У- к- в а- в к-ать- в к- в. И. Продолжение следует...